Питер, мы с тобой. Чебоксары присоединятся к всероссийским митингам против терроризма. Светят, не греют, экономят электричество. В Чебоксарах 885 светильников заменят на энергосберегающие. Не пользователи, а разработчики. Ученики Чебоксарского детского технопарка пишут приложение для смартфонов. Эта неделя началась с трагической новости. Теракт в питерском метро. Завтра по всей России состоятся митинги против терроризма. В Чебоксарах акция памяти пройдет 8 апреля в субботу на площади республики. Уже сегодня в Чебоксарах установили импровизированный мемориал, куда люди несут цветы и зажигают свечи в памяти погибших в Санкт-Петербурге. Акция памяти – это еще и возможность высказать свое отношение к терроризму. Безобразные, конечно, явления. Я думаю, все люди объединятся вместе и скажем нет. И если вместе все, конечно, мы победим. В такой момент надо обязательно собираться вместе. Обязательно сплотиться против той угрозы, которая приносит горе и смерть в наши дома. Погибли люди, которые ни в чем не виновны. Это молодежь, это люди, которые просто случайно оказались в вагоне метро. Завтра вновь будут приходить люди, которых никто не заставляет это делать. Каждый это делает от чистого сердца. Завтра в связи с проведением митинга в центре города будет ограничено движение транспорта с 10 до 13 часов. К другим новостям. Об республике продолжают обсуждать итоги работы правительства. Накануне Михаил Игнатьев озвучил основные социально-экономические показатели за прошлый год. Телевизионная версия ежегодного отчета выйдет в эфир в это воскресенье в 19 часов 30 минут. Что осталось за рамками доклада, узнавал Дмитрий Ковалев. Отчет главы региона о работе правительства длился около часа. После Михаил Игнатьев ответил на вопросы депутатов. Это обязательная процедура. Представитель одной из фракций госсовета поднял проблему прекращения выплат за рождение третьего ребенка. Глава республики отметил, что пустых обещаний правительство давать не намерено. Окончательный ответ в этом вопросе за федеральным центром. Вопрос с повестки дня не снят. Дальше будем работать. Мы будем все-таки эти аргументы ставить. Почему? Потому что конституционное право молодого гражданина России в равных одинаковых условиях должно быть. Все те дети, которые являются участниками программы, я хочу подчеркнуть, даже те дети, которые родились 31 декабря 2016 года до наступления нового 2017 года, они на сегодняшний день получают все те субсидии, которые в программе записаны. Депутаты не обошли стороной и проблему ЧУАШ-автотранса. Глава республики отмечает, что оказывать поддержку перевозчику только за счет бюджета неправильно, как и зарабатывать на ситуации политические очки. А именно этим сейчас и занимаются некоторые депутаты, считает Михаил Игнатьев. Это государственная коммерческая организация. Да, правительство несет ответственность от министра и слышит. Сегодня есть источники определенные, но я нигде не говорил, выделим с бюджета коммерческие организации, и они зарплату погасят. Давайте тогда будем поступать по-другому. Поэтому безответственные решения будем принимать на эмоциях, коммерческим организациям с бюджета зарплату будем выплачивать, а учителя останутся у нас без зарплаты, медики останутся без зарплаты. Мы что хотим делать-то? Приоритеты расставлены, уважаемые депутаты. Поэтому надо быть, еще раз говорю, корректными к своим высказываниям. Большинство депутатов отметили эффективную работу правительства. Мы видим, что и индекс промышленного производства растет, выполняется по доходам план, расходная часть тоже вся выполнена полностью. Очень приятно, что инфляция у нас сдерживается в Чувашской республике не меньше, чем в целом по Российской Федерации. Очень приятно, что вузы сейчас начали целевые подготавливать медицинские кадры. Наконец-то мы медиками обеспечим и сельские, и городское население. Михаил Игнатьев отметил, что только благодаря совместной работе депутатов и членов правительства возможно обеспечить экономический рост. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. Реализация в Чувашии фальсифицированной, небарокачественной и контрафактной промышленной продукции, незаконная заготовка и оборота древесины, безопасность пищевых продуктов и напитков – эти вопросы обсудили на заседании специальной комиссии, которую провел глава республики. Борьба с контрафактной продукцией – задача, решить которую можно усилиями всех заинтересованных сторон и органов власти, и правоохранителей, и, главное, тех, чья репутация страдает в первую очередь, отметил глава республики Михаил Игнатьев. И здесь, конечно, сами производители, сами бизнесмены, бенефициары, исполнительные директоры, конечно, должны официально обращаться. Одежда нефабричного производства с использованием логотипов известных торговых марок, пиратские диски, нелицензионный алкоголь и некачественные продукты. Такого добра на рынке контрафактной продукции навалом. Чтобы не допустить их попадания на прилавки, Министерство внутренних дел Почувашия везет активную работу по противодействию распространению контрафакта. Всего по итогам 2016 года в сфере борьбы с распространением контрафактной продукции и различных номинований в Министерстве внутренних дел Почувашской республики выявлено 47 преступлений и 32 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято более 6200 литров спиртосодержащей продукции. Многочисленные нарушения при обороте молочной продукции выявлены в торговых сетях «Магнит Пятерочка». По информации Управления Роспотребнадзора, по фактам выявленных нарушений наложено 130 штрафов на сумму около 2 миллионов рублей. Нередки случаи, когда левую продукцию под известными марками предприниматели поставляют в детские сады и школы. Глава Чувашии потребовала усилить контроль в этой сфере, а информацию по результатам антикотрафактных проверок придавать широкой огласке. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Внеплановое заседание антитеррористической комиссии прошло сегодня в столице Чувашии. О проделанной работе и дополнительных мерах безопасности отчитались руководители объектов транспортной инфраструктуры. В целом все городские предприятия переведены на особый режим работы. Повышены меры безопасности. Ситуация в целом находится на контроле, заявил в интервью нашей телекомпании замглавы администрации столицы Алексей Маклыгин. Во всех транспортных предприятиях сейчас усилена работа специалистов по безопасности, водителей, контролеров. Будут обследованы и обследуются все транспортные средства. Кроме того, на всех автовокзалах, железнодорожных вокзалах и аэропорту повышены меры безопасности. Также все сотрудники безопасности проинструктированы о необходимости дополнительных мер. Сейчас по всем школам и детским садам проводится разъяснительная работа с детьми на предмет того, что нельзя поднимать, брать незнакомые предметы, что они могут оказаться опасными для здоровья. По часовая оплата. В скором будущем в центре Чебоксар появятся платные муниципальные парковки. Их разместят в районе ЖД вокзала, гостиницы Чувашия, управление Росреестра и ЧГПУ. О будущем столичного парковочного пространства в нашем материале. Парковка перед железнодорожным вокзалом Чебоксар. Найти здесь свободное место бывает проблематично, вне зависимости от времени суток. Эту стоянку облюбовали не только встречающие приезжих и таксисты, но и сотрудники близлежащих предприятий. Уже в июле картина изменится. Здесь откроют платную закрытую парковку на 100 машиномест. Подрядчик уже выбран. Компания Ростелеком имеет опыт реализации таких проектов в ряде регионов. В рамках данного проекта мы установим, оборудуем данные места паркоматами. Жители города будут иметь возможность оплатить любым удобным для них способом. То есть это будет и мобильный эквайринг, когда с номера мобильного телефона человек будет оплачивать за парковочное место банковский эквайринг. То есть со своей карты будет разработан сайт и будет, естественно, мобильное приложение, чтобы было максимально удобно и комфортно, без особых задержек, оплачивать в онлайне парковочные места. Уже известна стоимость одного часа стоянки – 30 рублей. При этом бесплатными остаются первые полчаса. Более одного миллиона рублей в год планирует сэкономить Чуваксарская мэрия на электроэнергии. В столице республики 885 светильников заменят на энергосберегающие. Этот процесс проходит в рамках модернизации сетей уличного освещения. Лампочки Ильича скоро канут в лету. Старые светильники меняют на современные с натриевыми и светодиодными лампами. Но общую сумму – 5 миллионов рублей. В прошлом году заменили светильники старого поколения в частном секторе, дошкольных учреждениях. Сейчас меняют в скверах и общественных пространствах. В парке Лакриевский лес установлено 88 новых светильников. Смонтировано более тысячи метров изолированного провода. Стоимость работ более 1 миллиона рублей. Также заменили подсветку в сквере Екатерины II. В будущем пройдет реконструкция сетей наружного освещения на улицах Мичмана, Павлова, Университетская, Гражданская, Николаева, Коммунальная Слобода и других. Большинство пользователей смартфонов скачивают разные мобильные приложения. Игры, такси, почта, соцсети. А вот воспитанники Чебоксарского детского технопарка «Кванториум» разрабатывают их сами. О том, какие приложения в скором времени можно ждать от 5-9 классников, Ольга Пырочкина. Большие мониторы, сосредоточенные лица. Так проходят занятия в IT-квантуме городского детского технопарка «Кванториум». Сейчас студенты занимаются разработкой мобильных приложений. Единственная девушка, Валерия, возглавляет группу, которая выбрала туристическое направление. Мы создаем приложение «Электронный гид» для помощи туристам и приезжающим в наш город, чтобы они узнали больше о наших достопримечательностях. Программирование – это финальная часть, своего рода оболочка. Пришлось поработать, чтобы наполнить его содержимым. Ребята выбирали любимые места, определяли их координаты, наносили на карту. Один человек сообщал информацию о памятнике, другой я искал фотографии. Кто-то писал программу, собственно говоря, а кто-то историю. Мы узнали, что в нашем городе в октябре 2016 года открылся новый памятник Николе Теслу. Шестиклассники Илья и Миша то, что они предложат в своем приложении интернет-пользователям, сначала испытывают на себе. Мы создаем приложение рецепты коктейлей. Шоколадный коктейль, черничный коктейль, кофе брали. Здесь обычные школьники, которым просто интересно, отмечает педагог. Чтобы прийти и заниматься, не нужно быть гением и иметь университетские знания. Мы проходим по этапам. Мы придумали идею, потом дальше написали техническое задание на нее, расписали, как оно должно работать, алгоритм придумали. И потом же по маленьким шажочкам начинаем делать. Сначала простенький шаг, чтобы на кнопочки нажимались, какие-то действия происходили. Потом усложняем все это, включаем циклы, переменные, функции. Потом дальше усложняем. Дети делают его более профессионально. То есть собирают туда материал, делают какой-то интерфейс уже более дизайнерский. Учатся работать с графикой. С момента открытия технопарка прошла пара месяцев. Однако, возможно, уже этим летом можно будет прогуляться по интересным местам города с вкусным коктейлем. Авторы приложений постараются. Ольга Пырочкин, Андрей Шоколев, Республика. Более 4 тысяч доноров в Чувашии получили ежегодную денежную компенсацию. В этом году с учетом повышения она составила 13 тысяч рублей. На 106 почетных доноров в Республике стало больше. Именно столько получили звание в 2016 году. Нагрудным знаком почетный донор России награждается человек, который бесплатно сдал кровь или плазму 40 и более раз. Всего в Чувашии более 12 тысяч человек сдают кровь. Кроме ежегодной выплаты, почетные доноры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, неочередное оказание медицинской помощи и первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок. В минувшую ночь не спали любители истории. Во всех архивах Чувашии прошла всероссийская акция «Ночь в архиве». Ксения Григорьева, студентка Института культуры, впервые пришла на эту акцию. Рассказывает, что удивлена возможностью узнать о своих предках в своей деревне. Можно, допустим, свою родословную даже узнать в седьмом колене. Вот я, например, сама с Сирийского района, да? Здесь находится много документов. Я могу прийти, я могу как сама заняться этим, так могу, например, заказать. И мне найдут всех моих родных, всех моих пра-пра-пра, кто был там родственниками моих предков. Я считаю, это большая, ну, возможность узнать историю своей семьи, историю своего родного края, например, той же самой деревни, города. То есть, наверное, я даже обращусь сюда обязательно. Интересно же знать. А хотя до этого я не знала, что можно, вот есть такое место, куда можно прийти и узнать всех своих родных. Это очень здорово. Ночь в архиве – это еще и возможность познакомиться с работой архивиста. Люди понимали, что архивы – это закрытые площадки. Как-то выработалось в сознании граждан в 90-х годах, когда все архивы были секречены, ну, после распада Советского Союза. И мы хотим, чтобы люди понимали, что архивы – они статуты для людей, и что это не просто склад бумаги, как обычно некоторые говорят, а все-таки это сокровищница нации нашего государства, и где любой желающий может прийти, ознакомиться с документами. Во время ночи для участников акции работало сразу несколько архивов по всей республике. Были организованы экскурсии, на которых рассказывали, как хранятся документы, как их защищают от пыли и времени и восстанавливают. Эти люди всегда сидят в своих кабинетах, их никто не знает, их никто не видит. Работа серьезная, ответственная. В этом году в рамках акции были представлены экспозиции, посвященные году экологии и году матери и отца. В следующем году, обещают организаторы, государственный исторический архив Чувашии сможет принять любителей истории в новом здании на улице Урокова. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Его называют «Чувашским дюрером». Вместе с тем эти картины ни с чем не перепутаешь. Народный художник Чувашии Владимир Агеев к своему 85-летию подготовил очень интересную экспозицию, в которую включил только самые первые и самые последние работы. Владимир Агеев еще в школе решил, что будет писать картины, станет настоящим художником. Живопись – смысл всей его жизни. С годами Агеев полностью утонул в искусстве и ни разу об этом не пожалел. Я в детстве хорошо рисовал. Я совсем человек. Хотя у меня были очень тяжелые годы. И голодали мы, как бомжи, жили в шкафах. Это для меня ничего, сказать, не тужило. Мы все равно работали. Мы лираксы веселые, веселые. Хотя в запасках. Маски никакого, сказать, такого. По этому поводу переживания не было. Главное – мы работали. Учились. Огромное трудолюбие. По сей день – отличительная черта Владимира Ивановича. В своей мастерской он проводит большую часть времени. Каждый день с утра до трех часов дня. Только графических работ у него около 25 тысяч. Плюс сатирических листов больше 10 тысяч. Работ по живописи более 500. Они выставлены по всему миру. Ему ничего не стоило. Начинать с одного угла и завершить полностью всю работу. Когда посмотришь уже завершенную работу, кажется, там целый год надо сидеть, чтобы столько линий заполнить всю картинную плоскость. Да нет. Очень быстро работает. Удивительный и неповторимый художник создавал не только уникальные графические листы, но и масштабные живописные полотна. Причем каждая работа так или иначе повествует о самобытной истории чувашского народа, его обычаях и традициях. В далеких битвах под стенами древних городов, в исторических портретах Иванова, Бичурина, в теплых тонах земли и неба, в спокойных ритмах чувашского пейзажа везде звучит удивительная эпическая национальная мелодия. Он просто гордый с чувашской культуры, чувашской нации. Он об этом поет. Он поет красками, он поет графическими листами, рассказывает эпосы, рассказывает нольспиан. Все лучшие поэты и писатели чуваши обращаются к нему, чтобы именно он проиллюстрировал их произведения. «Моя душа останется в моих картинах», признается Агеев. Его имя уже вписано в учебники мировой живописи. А агеевский стиль узнаваем во всем мире. Галина Титарчук, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова